итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить gran turismo 3 и спек на второй playstation подчеркиваю именно на второй playstation так ну что же прошлой серии мы с вами начали нарушив традицию не став проходить лицензии мы с вами прошли сразу два чемпионата вот и собственно говоря закончили на том что на решение о том что нам нужна резина гоночная ну и давайте не откладывать это решение сразу пойдем снова наша лига beginner так и так ff чемпионат нам не пролезть туда тут информация такая появилась ай тут все параметры чемпионата и вот drive type мы по ней не проходим по ff cars only так ладно а и тут я смотрю уже полторы тысячи за первое место ладно мы идем тогда в наш фр чемпионат и здесь мы ну-ка да здесь мы по всем статьям проходим да здесь за первое место тоже дают полторы тысячи отлично какие тут раз смотрите grant волей опять же special stage повторчик и прикат хилл ухты круто в обратку чусе р реверс я говорю не щадят прямо ладно давайте с первой и начнем начнем с grant воли спидовой тоже кстати не короткая версия на длинная что у меня сейчас закралась сомнения а если тут вообще короткие версии этих трасс так ухты алтеска впереди великолепная машинка очень классно бмв тут по-моему интегра так куда ты ты пихаешься ничего себе так что у нас там лидирует алиет так я не понял что это там лидирует ну и неважно главное что она позади по-моему здесь плавнее тут раньше . такая была сейчас хотя опять же это машина еще ой ой не очень мощная поэтому а да кстати предыдущей серии я говорю что мы вот как раз зайдем посмотрим в менюшках где отключается система traction контроля надо будет это сделать час после гонки уюю опять занос ушла небольшой так да вранд воли конечно тоже похорошел ну как как здесь сейчас мост и вот это озеро мост-то покрасили свежей красочкой асфальт переложили но красота просто ребята ухты а здесь то смотрите чё сделали так хотел сказать что законопателем окна нет окна все таки есть остались но не везде немножко за редизайн или так вопа в медленных поворотах уже так это газ полный даешь прям забрасывает ой так это mercedes по моему слк преследует ухты последний поворот сделали немножко профилированным интересно но такие небольшие изменения есть я говорю асфальт стал гораздо ровнее я помню гранд воли был довольно качковатый это создавало некие проблемы иногда ты знаменитый песочный поворот знаменитый песочный поворот смотрите как классно отражение в корпусе машины тени промелькивают блин классно ведь это вторая сонька вышедшая в 2000 году железо тех времен обалдеть если мы первую вторую часть гранд туризма ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй играли с вами на эмуляторе там конечно графика немножко улучшалась я думаю для вам для вас это не секрет так снова входим mercedes вот вот здесь никаких улучшений вам ничего то есть это именно та картинка которая выдает playstation 2 конечно она великолепна ребята она просто шикарна тонировку со стекла кстати вот убрали сейчас видно салоны стекла стали прозрачными на машинах ну а как в туннеле так был меняется прикольно блин ну шикарная игра со звуком конечно не-не-не-не-не что это делают жужжи что у меня за спиной не надо тогда он здесь вот как я уже сказал такое немножечко профилированный стал шум ветра такой появился я аж думал что это mercedes прямо позади меня но нет это просто шумит ветер эффекты такие тоже появились пока к ним не привык то так удивительно достаточно а altesa у нас тут идет тоже как lexus as хотя это altesa rs200 по моему так она называется так вот вот отлично у нас полторы тысячи так сейчас погодите-ка а тут есть настройки у нас опции настроек так и вот да хотел включить название машин посмотреть да вот он lexus as это altesa которая была дальше у нас бмвшка была спринтер троена спринтер троена и а это не это было не интегра это сильвия была да и точная слк 230 был в лидерах ладно выключаем так идем 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 а опять я забыл в опции залезть трекшн контроль отключить так ладно тогда идем сначала в магазин за покупками так резина 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 вот она резина и покупаем так дирт вообще недоступен так ладно берем супер хард смысл а там на что-то более мягкое зарабатывать нету все-таки это машина первая не сильно ее прокачивать тоже не стоит хотя как обычно первую машину я не продаю она у нас останется в качестве ностальгии так дальше идем интересно что здесь гоу рейс и значок у нее такие похоже на две буквы с таких стилизованных и это очень похоже на знак сс что-то японцы тут но видимо они позабыли об этом так дальше идем у нас вторая гонка и надо да так а менюшки сразу нету ладно я помню я помню сейчас зайдем в меню и отключим трекшн контроль так settings так change парт сеттинг слот сеттинг сессии наверное сеттингс да ребята я тут чувствую здесь у нас трекшн контроль это не будет так так пока похоже ничего нельзя делать да у нас все стоит стоковая так ага вот нет есть тут актив стабилити менеджер еще ничего сия и он аж на десятке стоит и он аж на десятке стоит да вы че ребята ноль окей и трекшн контроль ага максимум 10 да он на пятерке стоял ничего сия ох чувствую сейчас заиграет другими красочками наш родстер х вот видите как они тут по умолчанию уже делают ну хорошо что это все отключается и отключается прям в меню это уже в общем то в последующих частях во всех так так ладно стартуем тут же есть и обратная сторона медали она может и буксовала не так сильно но и он же душит эта система TCM ТСС точнее а да вот как буксовать сразу стало вот оно вот оно это я узнаю да сразу сейчас посмотрим сейчас должно поинтереснее стать управлять машиной немножко сложнее конечно может будет ну хотя это первая машина не такая уж она мощная ага вот заносы да сносит сразу но у нас еще аж на десятку была выкручена система активной стабилизации это вообще ну ё-моё не к лицу ветерану гран туризма ездить с такими электронными помощниками это уж совсем как-то странно странно да вот сейчас более привычная физика стала то есть машину чуть не по той не по той траектории зашел опа 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 вон какой снос был отлично ух гораздо интереснее стало ну слушайте это что вообще круто а то я ну в общем у меня уже такие мысли появлялись назвать немножко физику третьей части такой плюшевой хихих не отстают ребятки ладно теперь мне надо заново немножко привыкать я уже к тому поведению машины подпривык поэтому немножечко надо сейчас переучиваться и это не забывайте это мы еще на сликах час с вами едем это меня гораздо больше здесь стала носить но мы едем уже на полностью гоночной резине а если бы я еще оставил ту резину дорожную я думаю я не факт даже что здесь выиграл нет наверное здесь очень сильно носила так что у его да чуть передавишь газу все сразу чувствуется пошел всрыв просто задний мост улетает ну хорошо то что вот сейчас я еду на аналоге и первые две части я проходил на на кнопках на обычных а здесь на аналоге на нем же появляется уже возможность дозировать газ нет хорошо просто сейчас надо снова к нему привыкнуть что я уже от аналога если честно подотвык шо я не так часто и в шестую часть гоняю там конечно если я езжу я езжу только на аналоге так снова тут высочках подогнали ребятки да еще немножко качнуть нашу мазочку и уже так на расслабоне не покатаешь уже надо будет очень пристально за ней следить часто она уже такая с характером стала круто мне нравится так еще полтора рубля так это у нас 2 до гонка была до 2 ой прикат хилл в обраточку отлично стартуем так следующая покупка я думаю у нас будет спортивная ну либо гоночная подвеска я думаю что на гоночной конечно нам наверно не хватит надо ее теперь чуть-чуть стабилизировать слишком мягкая подвеска дорожная стоит из-за этого конечно у час она из этих всех электронных помощников срывается в занос ну опять алтеза 5 троена так вот наш тут напарничек на родстере и кстати нам повезло что мы взяли такую вот именно машину потому что ой-ой-ой вылетел срезал так чем этом говорил о том что о том что машина хорошо что у нас такая вот она и легковес она и еще и родстер к тому же и поэтому мы сможем именно на ней пройти чемпионат легковесов и чемпионат ростеров это хорошо не придется тратить деньги пока по крайней мере на на эти машины хотя опять же ой-ой-ой здесь уже сносит притормаживать здесь 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 так опять я сбился с ошибкой не сможем пройти на этой машине ff чемпионат но смысле переднеприводных и и 4 воды а также чемпионат среднемоторных машин тоже ухты смотрите-ка какой наглец вот это ростер ребятки кстати хорошо что именно турбину взял она такой неплохой задел дает вот мы уже каком чемпионате участвую в третьем еще и пропустили один мощей нам пока хватает им сопротивляться хотя думаю еще один может быть максимум два чемпионата и придется еще грейдится именно на мощность так что ну не знаю посмотрим как там будет у нас с финансами обстоят дела но все таки я хочу следующую покупку сделать подвеску и потом уже посмотрим может быть докупим еще что-нибудь на мощность как все таки свет играет корпусе машины великолепно великолепно просто блестяще реалистичное освещение по ее и затягивает так как на обочине так бмв . тут уже вышла на оперативный простор так так напряженный момент просто не помню как у нас здесь на предыдущем круге миата обошла но нет сейчас все поспокойнее да ребят те кто конечно будут играть в гран туризма там 3 отключайте к чертям все эти системы помощники я вам говорю гораздо так играть интереснее да посложнее но челленджи гораздо больше прям машина реалистичнее себя гораздо ведет так 3700 сколько же там стоит подвеска то так это у нас последний а еще машину вот отлично так что у нас тут ох ты смотрите кача у нас сильвия а вы помните сильвию тоже наша первая сильваша первой части гран туризма первая машина ностальгия 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 по ностальгии уже да так сильвия дальше у нас что мы можем пройти чемпионат как раз таки light wage да сколько у нас тут уже о 2 с половиной тысячи так и что-то по какой-то мы не проходим до cars ой чё написано не пойму а лиджи был фоин 3 rules apply то есть нас чего не пустят сюда так интересно по какой причине а то что я облегчился что ли ой 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 наверно так давайте посмотрим сколько подвеска стоит так подвесочка где то есть а вот она тут собъединили подвеску с тормозами так спинжен спортки 3000 мы ее уже кстати можем сейчас купить даже так полу гоночная и полностью настраиваем и у нее цена уже гораздо выше 15000 так я предлагаю полностью настраиваем не покупать потому что машина довольно слабая я повторяюсь мы на ней не так много проездим так 3 700 7000 в общем наверное возьмем вот такую так и тормоза четыре с половиной тормоза вы тоже прикупить конечно хотя с тормозами можно погодить в общем 7000 нам надо сейчас зайдем посмотрим так а сильвию сильвию уже можно кстати не продавать мы на ней сможем пройти заднеприводный чемпионат а чё я чё я несу у нас мазда заднеприводная ой красавица какая вы гляньте так что 4 700 а и кстати мы сможем сейчас тогда подвеску сразу купить ладно давайте тогда распрощаемся с нашей сильвашей прости и прощай так вот у нас есть восемь тысяч и давайте тогда купим еще подвеску вот эту вот полу гоночную покупаем так да 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 сколько менюшек сколько вопросов но это чисто в японском стиле так ну что давайте еще чемпионате проверимся печально конечно печально что у нас уже в лайтвэйч не пускают 2 с половиной тысячи так ну ка может все таки зайдем нет нет the rules have been broken please check the race information понятно нарушили правила ой ну ребята ребята так stars and stripes это у нас видимо американский здесь автопром так вот родстеры ну-ка ну-ка надеюсь здесь ничего не нарушено да здесь правило все хорошо а вот тут даже перечислены машины на которых можно участвовать ой ну великолепно хорошо это не может не радовать ладно давайте тогда еще проедемся здесь deep forest ух ты тест курс и гранд волей спидвай в обратку так ну что поехали гранд волей спидвай видимо все таки коротких вариантов трасс здесь что ли нету потому что это ну бигинер чемпионат ребят это чемпионат одним словом на который не нужна даже лицензия то есть самые простые должны быть условия самые простые трассы но даже здесь уже гранд волей тот же почему-то полный ну и вообще все трассы интересно конечно интересно так ты чё у нас там такое было сильвия CRX так пока вроде бы держимся в этом чемпионате тоже ух ты как насколько она стабильнее вот даже в этом повороте была так опять старый добрый знакомый компрессор гоняет тут рядом с нами да подвеска большое дело вот удалось ее стабилизировать сейчас она ее так не кренит и не тянет даже дает газа в таких довольно таки медленных поворотах и она стоит увереннее гораздо ну чё я удивляюсь гранд туризм это машина в которой игра в которой там я не знаю небольшой поворот антикрыла дает уже некие различия в пилотировании машин так что здесь все с этим хорошо в третьей части ну кто бы сомневался да так ну-ка без тормоза зайдем в этот поворот ух ты отлично я только чуть-чуть газ сбросил буквально чуть-чуть чтобы вес немножко на переднюю ось перенести так так вот так вот дал полный газ а нет 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 все таки чуть-чуть пошла в занос маленечко ее буквально на выходе отловил я уж думал что все она превратилась у нас в имба тачку не ну стоит ей еще добавить мощей это ж не предел все таки у нас сейчас и ее станет опять гораздо больше таскать ну правда на это можно ответить уже полностью прокачиваемой подвеской и там уже ну настраивать как-то пытаться но нет я пока я этим заниматься не буду пока машина валит что ее настраивать как говорится не лезть туда что и так работает что и так хорошо работает вы гляньте насколько мы оторвались то вот что значит подвеску поставить спортивную и машина что сейчас лупит в поворотах оооо аки болит формула-1 вон видали мощность то мы не добавляли напрямую уже за 200 к середине разогнались а все почему потому что из предыдущего поворота вышли гораздо быстрее вот она вам пожалуйста преимущество подвесочки гоночной так так это у нас по моему первая трасса была дальше дальше у нас гранд воли на кажись был они тест курс ухты тест курс по-моему здесь в третьей части тест курс он гораздо длиннее стал чем был в 2 ну и в 1 там-то не одинаковые по моему здесь уже стал 10 километровом если я не ошибаюсь так смотрите сколько мазд 3 штуки с нашей ну здесь еще можно понять вот то что машины повторяются это простительно третьей части здесь потому что само по себе разнообразие машин гораздо меньше здесь это понять можно как грится понять и простить чё уж там говорить есть тем более здесь еще у нас чемпионате ограничено количество машин ну точнее выборка машин по их модификациях дальше здесь только спайдеры и родстеры понятное дело что машины так мало спайдеров и родстеров вообще по пальцам пересчитать это нормально но вот так сколько там у ее вот смотрите уже в ограничитель уперлись 200 даже 230 нету я надеюсь что на такой длинной трассе никто быстрее не разгоняется кто-то догоняет кто-то догоняет это плохо так ладно с лип стримом не будем давать да она здесь действительно длиннее вы гляньте и наклон поэтому даже вот это вот профилированного поворота гораздо меньше ну что тут растянут получается на сколько там на 2 стоны километра на четвертой части я помню такой же был тест-курс вы смотрите пара сразу догоняет нас так но у нас до двухсот девятнадцати аж падает сейчас постараемся не доводить до лимитатора сейчас он буду как-то контролировать ее мое два круга на я не все таки уткнулся блин потихонечку надо стают они еще друг у друга с лип стриме идут заразы а ей очень очень нехорошо очень нехорошо черт возьми вы только первый круг да вы чё шутите что ли не 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 компрессор нельзя фу е-мое от двух от вас отбиваться вообще нереально черт еще целый круг это какая-то жесть я помню в четвертой части гран-туризма под это дело вспомнил там задание было вот на этой трассе на тест-курсе этом огромном нужно было догнать машину которая далеко далеко впереди 1 а вы едете в плотном пакете других пилотов и вот используя слип стрим давая им себя обгонять нужно было вместе как бы догонять вот того лидера ну вот я не помню там тихо он задание было несколько и я его у ее все-таки дошел до предела счет черт 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 нет 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 компрессор фу так чём позади меня здесь внизу идет нельзя здесь есть моя территория ну и в общем то задание я не справился с ним и не выиграл не смог что-то я не пойму где они есть они так отстали что ли ай-яй-яй главное на петло и не зарулить так по моему это уже что-то тут к финишу близится да классная гонка классная прям челленджевая вот видите как максимальная скорость иногда важно ух до стоило бы их выпустить вперед там уже не факт кто бы выиграл так шесть с половиной тысяч так шесть с половиной тысяч чтобы нам следующее прикупить так гранд воли а в обратку ладно это у нас трасса не скоростной поэтому я думаю здесь проблем таких не будет там видите нужна была чистая скорость там по барабану на то какая там подвеска просто нужна была скорость максимальная у нас даже коробка еще стоит не настраиваемая поэтому собственно говоря там сделать ничего и невозможно было ух ты смотрите на закате что ли гранд воли меняется ну что тут меняется время дня и ночи да нет такого быть не может просто наверное в разных вариациях изначально как бы записано хах существует так шо это у нас там такое прыткая желток так это подождите-ка лотус что ли это вот он же меня в паре с компрессором преследовал на предыдущей гонке как темно то здесь в туннеле окна по законопателе ай фары включены что-то я только заметил ну да явно здесь время суток другое мы же уже ездили по гранд воли и спидовой правда прямо ну и там по моему было дневное время они как здесь на закате тоже прикольно вы гляньте ну это просто я я говорю великолепная демонстрация возможности движка видите какие тени сталь длинные вытянутые освещение такое приглушенная блин ну как же четко насколько классно все здесь выглядит он день какая длинная шикарно подать стали ребятки 4 секунды уже хара немножко снесло я надеюсь что в новой гран туризма спорт полифоники очень много времени и сил уделят звуку именно звуку не в целом а звуку именно двигателей звуку моторов потому что ну это никуда не годится какой звук сейчас в гран туризма есть но в современными в последней части в последних двух даже частях пора им как-то переработать то ли у них звуковой движок такой то ли но не знаю может быть ну ленятся что ли не хотелось бы конечно так думать ну опять же эта проблема вытекает из огромного количества машин то есть я понимаю что при наличии у тебя в игре 1300 разномастных машин ну пускай ладно они не все прямо уж так настолько разные ну все равно записать для каждой уникальный звук это конечно титанический труд и я не знаю конечно не если бы так упоролись я не знаю только несколько лет наверно один только звук бы записывали но все таки поработать со звуком надо надо потому что все современные гонки по по крайней мере по качеству звука гран туризма уже превзошли именно по части звука моторов я имею да не надо как бы вообще в целом звук классный гран туризма то есть звуковые эффекты именно но вот конечно звуки моторов мало чем изменились вот со времен даже вот этой третьей части до сих пор так ну есть прошли очередную гонку на это вукс холба опель да опель это опель а не лотус был желтый так вырубаем так ну что в этой серии мы тоже одолели два чемпионата а вот машина приятный момент и и то ладно пять метров ну только я я вижу до годом новее но ребята а на ней кстати можно проехать тогда лайтвейд сейчас по моему она же у нас будет стоковая сейчас давайте попробуем прокатит такая фишка нет так а вот кстати нашел еще одно небольшое неудобство в игре то что нету маленьких пиктограммах менюшек в игре и нельзя сразу перейти с чемпионата например в гараж то есть нужно последовательно выйти из всех меню и зайти вот в гараж если вы помните в первой и второй частях были вот сверху там менюшки гаража нарисованные практически с любого меню можно было попасть в гараж так ой лицензии зашел нет лицензии нам пока рано так сейчас попробуем зайти в лайтвейдж где он тут есть и так интересно почему на стоковом родстве нельзя зайти странно за руль хэбинг брок и но то же самое пишет странно 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 непонятно мне это непонятно ну тогда собственно говоря вот в этом ростере нету никакого смысла тогда мы его тоже продаем так не ошибиться бы ух ты уже пять восемьсот цена отлично ну конечно так прикольненько выглядит но нам сейчас деньги нужнее ладно продаем тем более что такой же практически у нас уже есть так так давайте-ка сохранимся ну и попрощаемся на этом два чемпионата очередных пройдено спасибо вам ребята огромное что смотрели надеюсь вам все нравится комментируйте комментируйте ну и увидимся в следующей серии с вами был как всегда скудер всем пока пока и удачи 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 вам декор